Итак, продолжаем наше обучение и на сегодняшнем уроке мы с вами продолжим общение с нашей локацией. Давайте с вами откроем наши локации, которые мы с вами подготовили и экспортировали МСДК. И посмотрим, что с нами с ней получилось. Отображение нашего террена. Как мы видим вот он наш террин. Озеро у нас отдельно. Вот вырезанное наше получается место под наш домик, который будет впоследствии сюда вставлен. Но на нашем террине нет шейдов. Итак, сейчас мы с вами создадим новые шейдеры для нашей локации. Для этого нам нужно закрыть опять Level Editor и запускаем Shader Editor. И сейчас мы с вами создадим новый шейдер для нашей локации. Давайте отобразим в виде пусть будет это Box. Откроем вкладочку Levels. И возьмем на основу какого-нибудь шейдера, например, Bar. Давайте мы его клонируем и назовем его своим собственным именем. Назовем его Foley Grass. Теперь основные настройки, которые мы с вами посмотрим, когда капло наложения. Здесь у нас написано 300. Пускай пока так остаются. И присвоенные материалы. Здесь у нас GND Grass. И здесь замерим ему Time Custom. Также присвоим ему подложку Grass. Иначе у нас на плоскости террина будет буглистая поверхность. Именно что говорит Де Янтарь. Нам нужно, чтобы была поверхность именно Grass. Назначаем ОК. Вот так же опять мы можем ее клонировать. И назовем ее Terrain Asphalt. Поле Asphalt. Асфальт. Вот так же здесь у нас 300 наложение остается. И здесь у нас на подложку до нашего асфальта по R на G. Зеленый свет. Нам нужно подложить именно что асфальт. Но не Grass. Не забываем. Это очень важно. Асфальт ОК. Давайте еще вторым этапом нам нужно назначить саму текстуру. В данном случае у нас осталась текстура Grass. Давайте выберем опять таки же наш асфальт. Который тоже в дальнейшем будет у нас появиться. Вот мы выбрали асфальт наш. Опять сделаем клонирование. И назовем его. Пусть будет тропа как мы называли наш эту дорожку. Тропа. Поле тропа. Давайте возьмем какую-нибудь текстуру подходящую к этому. Отображение. Костом зайдем в настройки. Выберем какую-нибудь текстуру. Янтарь. Эйч. Ну пусть будет эйч текстура. ОК. И назначим подложку опять таки ему текстуру эйч. Которую мы назначали для самой основной текстуры. Так назначили. И еще создадим четвертый наш шейдер. Вот. Мы его назовем. Назовем. Озеро. Так. И применим ему другую текстуру наложения по дну этого озера. Вот. Какой-нибудь. Пусть будет вот донный песок. У нас будет санд. И здесь также на подкладочку мы применим этот санд. Грас и санд. ОК. Итак. Мы создали с вами 4 шейдера. Асфальт. Грас. Траву. Озеро. Вот. И тропа, которая у нас будет. Когда мы это все создали. Файл. Сейв. Сохранить. Он у нас сохранился. Шейдер. Эдитер можно закрывать. Он пока нам не нужно. Открываем опять наш левый эдитер. Запускаем. Вот. Открываем библиотеку объектов. И сейчас мы с вами немножко назначим шейдер, который будет использоваться на данной акции. Так. Откроем вкладочку Properties. Настройки. Можете нажать Drop. Вот этот. Репетку. И коснуться. В данном случае именно что. Асфальт. И здесь вот у нас отобразился, что это асфальт. Вот. Если мы посмотрим. Мы с вами его называли. Вот он. Репетбанник. Асфальт. Наши. Вот. И выберем его. Шейдер поставим. Который мы сейчас с вами создали. Levels. И находим нашу поле Асфальт. Клавиша ОК. Вот он отобразился у нас шейдер. Шейдер асфальтной локации. Следующий у нас нужно выбрать Grass. В данном случае вот он наш Grass. Ну не забудьте материал Асфальт присвоить. В компиляции взаимодействия с атмосферой там ничего пока не ставим. И не нужно. Переходим на Grass. И так же самое каем Levels. Поле Grass. Означаем шейдер. И прививаем материалы. Так же самое Grass. Материал. Следующим у нас идет это тропа. Данные которые мы с вами отделили. Вот она у нас с вами находится. И применим ему так же. Опять таки открываем Levels. Находим поле тропа. И применяем ему материал. В данном случае это будет. Пусть будет Gravel. Присыл материал. И последний материал который мы прислали к нашему. Это озеро дно. нашего озеро. Который находится. В углу нашей локации. Вот здесь он у нас находится. Сейчас мы пока видим смазанное все. Открываем опять Levels. Открываем поле. Находим. Поле озеро. Вот он у нас шея. Вот он прессовался. Песочек. Вот. И прессовываем материал соответственно и сам текстура. Это сам песок. Так у нас готово. У нас остались последние два объекта на нашей локации. Это стеночка наша фейка. Вот. И сам ном стенка. Который мы так добавили. Вот. Что здесь нужно указать. Здесь единственное что указывается это материал. Ос. и ставится два сидит. У всех оз должно быть два сидит. Обязательно. Вот. И последнее это file Collision. Открываем первый шейдер. Назначаем его DevTransV. Следующее взаимодействие со средой. Collision Vertex. DevCollision Vertex. DevCollision Vertex. DevCollision Vertex. И материал что это fake. Это непроходимая плоскость. Вот. Так же ему нужно поставить два сидит. Иначе мы с одной стороны выйдем. Вот. Но обратно не зайдем. Но иногда это наоборот применяется специально. Чтобы МПС или главный герой мог с одной стороны пройти. И в обратно не зайти. В данном случае поставим два сидит. Чтобы нельзя было на эту территорию не выйти и не зайти. Так. Шейдер у нас готовы. Сохраняем. Вот. Помнится мы с вами еще добавляем сюда озеро. Вот оно у нас появилось здесь. Вот. И присвоим ему материал водной поверхности. Клоним в ссылочку Propetis. Вот. Представим его шейдер. В данном случае вода у нас относится к шейдерам эффектов. Открываем эффект. Находим вкладочку Waters. Можно Waters Рязка. Waters Студен. Независимо от того какая текстура присвоена. Какая текстура присвоена данному объекту. Вот. Текстура присваивается при шейдере. Который мы используем. В данном случае мы используем материал Water. Как мы видим что у нас появилась вот такая вот. Скажу. Если мы присвоим материал Water Рязка. У нас появится такая вот поверхность. И независимо от того какую текстуру какую вы присваивали данному материалу. Ну и мы присвоим текстуру Water. Следующее. Нужно ему поставить разбиение по вертексам. Сечения вертексов. И назначить материал. Material Water. Это уже физический материал. В данном случае не материал текстуры. А материал физический. И у нас еще. Мы сюда экспортировали наш домик. Который там у нас был. Давайте найдем его. Вот он наш домик. Вот здесь на нем не хватает некоторых текстур. Сейчас мы его назначим. Нажимаем DropIt. И касаемся именно точки. На которой нет нашей текстуры. Давайте выберем текстуру. Пусть и будет Put Plank 8. Итак. Все текстуры у нас на месте. Домик у нас на месте. Соответственно. Нужно придать. Еще одной текстуры не хватает. Выберем из папки Wood. Дерево. Вот. Соответственно. Если мы выбираем дерево. То здесь и нужно расчать. Что это у нас. Материал Wooden Guard. Что касаемо материала. Первый. Как мы видим. Это материал. Асфальт. Bricks. Кирпич. Буч. Относится к материалам растительности. В основном. Зеленая растительность. Деревья. Кусты. И так далее. Буч. Сух. Соответственно. Сухие деревья. Кусты. Вот. Клодж. Это материал. В основном. Идет. Материя. Либо. Материал резины. Следующий. Конкретно. Применяется. К материалу. Бетона. Бетона поверхности. Следующий. Идет. Эйч. Материал. Эйч. Это именно. Материал смерти. То бишь. Падение главного героя. На эту поверхность. Эйч. Умирает. Следующий. Идет. Дирт. Это что-то. Материал земли. Который. Немножко. Притормаживает движение. В этом материале. То бишь. Главный герой. Будет таки тяжело. И трудно. Следующий. Эйч. Материал. Эйч. 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 Это также. Главный герой. Потеряет жизнь. Вот. Следующий. Материал. Эйч. Слайд. Это также. Материал. Похоже на дирт. Который. Замедляет движение. НПС. Или. Главный герой. По поверхности. Этого материала. Следующий. Фейк. Материал. Это стенка. Невидимая. Которая останавливает. Оттеры. НПС. Следующий. Фейк. Ледерс. Это материал. Применяется к лестницам. Фейк. Ледерс. Это материал. Который присваивается. Деревянным поверхностям. Следующим. Идет. Фалки. Слайд. Это. Как жить. Дирт. Эйч. Это материалы. Которые. Либо притормаживают. Либо. Наоборот. Увеличивают. Скорость. Передвижения. По этому материалу. Вот. Следующий. Идет. Тилематериал. Это. Он относится к основным керамической плитки. Глаз. Стекло. Грас. Это. Травяная поверхность. Гравель. Щебенка. Крепич. Бит. И так далее. Метал. Их как бы существует три вида. Металл. Металл. Пипы. И металл. Плата. Металл. Металл. Плата. Это. Основный материал металла. Это. Любые металлические изделия. Конструкции. Все остальное. Ос. Материал. Это. Материал. Который присваивается. Именно. Ном. Объектом. Сант. Песок. Сетка. Рабица. Соответственно. Сетки. Рабицы. Колючие проволоки. Материал. Шифер. Понятно. Стук. В основном. Это. Материал. Штукатурка. Сыпучим поверхностям. Материал. Тин. Это. Как и металл. Только более тонкий. Соответственно. И взаимодействие. Булета. Пули. Все остальное. Как и металла. Все остальное. Тин. Тонкая. Пробиваемая. Металлическая поверхность. Три. Трунк. Это. В основном. Материал. Вода. В которой присутствует. Это. Радиация. Которая будет постепенно отнимать здоровье. Главного героя. И. Вот. Это. Основной. Материал. Дерево. Который. Плотным. Большим. Огромным. Доском. Бревнам. И. Воденборд. Это. К остальным. Деревянным поверхностям. Вот. Таким способом. Нам нужно. Каждому. Материалу. Здесь. Каждой текстуре. Присвоить. Свой. Соответствующий. Материал. Вот. Каждого. Объекта. Объекта. Это. У нас. Материал. Стекла. Какой-то. К примеру. Где-нибудь. У вас. В доме. Стекло. Соответственно. Первым. Шейдер. Мы. Назначаем. Модул. Модул. Виндов. Окно. Присваивается. Следующее. Разбиение. По. Вертексам. Дех. Материал. Объект. Объект. Почему ставятся. Объекты. Потому что. Движок. Начинает. Эту. Модель. Разбивать. На. Отдельные. ОГФ. Модельки. После того. Как. Материал. Разобьется. Нужно поставить. Объект. Класс. И. Соответственно. Движок. Разбил. Эту. Стеночку. Либо. Кусок. Стекла. на мелкие кусочки. Сделал с них. ОГФ. Модели. Давайте. Это. Все. Поставим. Default. Я. Кратко. Рассказал. Материале. Стекло. Вот. И. Будем. Считать. что мы здесь. С вами. Строили. Называем. Сохранять. Вот. Сделаем. Класс. И. Теперь. Мы. С вами. Создание. Своей. Собственно. Локации. До начала. Нам. Нужно. протестировать ее. Итак. Первое. Что нужно сделать. Это клавишу. Нажимаем. Multi Appended. Почему. Multi Appended. Потому что. У нас. Те объекты. Которые. мы с вами. Экспортировались. С 3ds Max. Они встанут. В том месте. Из которого. Мы. Экспортировали. Вот. Выберем. Наши три объекта. Нажимаем. Клавишу. ОК. И. Вот. Они. У нас. Экспортировались. В нужных местах. Где это положено. Как бы. Нам. Не надо. Подгонять. Эти. Щели. Которые. Могут. Образоваться. Так. Далее. Это. Все. Делается. Клавишей. Multi Appended. Также. Посмотрим. На. 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 нужно сделать это задать имя сцена оптимус давайте зададим name префикс поле и само имя локации поле так сохранили и призводим что это у нас тип локации сингл все готово теперь после того как мы присвоили имя локации напоминаю о том что после того как правильно присвоено имя локации нужно расставить графпоинт а не после того как вы расставили графпоинт надо избежать всяких проблем и ошибок ставим один графпоинт ставим второй графпоинт так у нас то что надо готово основные спаум элементы у нас подгружены теперь нам нужно с вами создать а и сетку переходим вкладочку а и map вот давайте мы с вами поставим где-нибудь в этом месте так нам нужно добавить для того чтобы добавить делаем control а вот переходим а и map и здесь от selection to list добавление сюда и ставим где-нибудь здесь в этом месте нашу точку первую и делаем генерацию помните о том что я вам говорил мы с вами создавали фейк ограничение по фейку небольшое это я специально обратил ваше внимание на это давайте мы с вами сейчас посмотрим как мы видим что сетка наша образовалась от только вот по границам это фейка поэтому когда вы создаете terrain ограничивая вы ограничиваете создание сетки как бы за сеткой нпс уже ходить не будет вот поэтому фейк объекта нужно давать на сетки иначе бы наша сетка создалась полностью по всей локации вот и так сеточка у нас готова основные элементы у нас готовые спаум готовы объекты готовы нам осталось сделать компиляцию локации и попробовать протестить посмотреть что и как давайте с вами проверим сцену нашу great вот у нас выяснилось о том что нет секторов порталов и нет света и так далее это мы с вами забыли опять перейдем кладочку light вот и поставим где-нибудь точку светосвещения вот следующим переходим клавишу в вкладочку glow и также ставим текстуру glow нажимаем hitter вот шейдер у нас назначен и нам нужно назначить единственное что это текстуру откроем папочку pfx в основном там хранятся или glow лучше вот наша папка glow и назначим пусть будет это 0 4 вот так это у нас назначено light у нас тоже есть на локации нам нужно создать еще сектора create the cloud сектор создался и последним элементом нас осталось все это дело сохранить вот именно назовем пусть будет это поле level 2 сохраняем локация мы готовы еще раз открываем проверку проверка показала что нет у нас ном объектов но у нас фактически они у нас есть но они потом компилятором эти ном объекты на создадутся из вот это вот нашей полости плоскости но так открываем компили и делаем билд нашей локации все билд прошел успешно у нас выстрелось две ошибки на что не указывает о том что у нас нас детальных объектов это от растительности нету волмаркс это текстуру на веры не как бы мы их не добавляем они нам и не нужны и особого внимания пока сейчас не требует трава все остальное это можно будет делать потом впоследствии так у нас все готово можно переходить к самой непосредственно компиляции рак локации и персерами это в игровом режиме на сегодня все ждем продолжения наших уроков с вами был я андрей непрячен